Добрый день! С вами новости Казанского федерального университета и студенческой жизни. С вами Алина Хангареева. Все самое интересное узнаем прямо сейчас. Сборная российского министерства образования против студентов. Как прошел футбольный матч и каковы впечатления министра Дмитрия Ливанова от универсиады и Казанского федерального университета. Болеем за наших выпускниц КФУ. Прославленная спортсменка Юлия Зарипова вступает в борьбу за чемпионство. Разделить радость по случаю открытия универсиады в Казань прибыл весь российский истеблишмент во главе с Владимиром Путиным. В числе многочисленных гостей также полномоченный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр образования. Дмитрия Ливанова в Татарстане ждала насыщенная программа. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Несмотря на воскресенье в холле спортивного комплекса «Уникс» с утра стали собираться студенты Казанского федерального университета. Яркие, молодые, позитивные и бодрые. С всех их в эти стены привел праздник спорта. Товарищеский матч по футболу между сборными командами студентов Татарстана и Министерства образования и науки России. Нам очень важно, чтобы спорт стал частью жизни каждого студента. Поэтому здесь от спорта высших достижений надо идти к массовому спорту. Кстати, именно Дмитрий Ливанов вывел на игру сборную Министерства образования и науки России. Кроме самого министра и его заместителей в команду вошли ректоры российских вузов и руководство КФУ. На стороне министерства будет играть министр Дмитрий Ливанов, его заместители. Но я как ректор университета буду болеть из-за министерства и из-за наших, конечно, студентов. Уже под занавес первого тайма нити игры перехватили игроки Минобра. Сразу четыре безответных точных удара во многом предопределили исход матча. После еще нескольких обменов голами на табло замер счет 5-6 в пользу команды Министерства образования. Несмотря на то, что в университете участвуют спортсмены-профессионалы, мы, будучи любителями, также в этом общем студенческом спортивном движении. Богатым на события выдался даже перерыв. Компания «Панасоник» вручила директору Института массовых коммуникаций и социальных наук, где готовят молодых журналистов, две видеокамеры для поддержки студенческого телевидения. Также был объявлен на старте конкурса видеороликов про универсиаду. Подробности конкурса можно узнать на сайте universмотри.ру. Александр Александров, Виктория Егорова, Ленар Довлетяров. Новости на ходу. Игра Егорова, Ленар Довлетяров. Новости на ходу. Новости на ходу. Я знаю об этом университете так очень много, я здесь много раз бывал. Условно, университет мой 26-й, сейчас один из ведущих российских вузов. Я абсолютно уверен, что его ждет прекрасно больше. Спортсмены из 163 стран мира начали борьбу за золотые медали универсиады. Велики шансы на победу и у российских спортсменов. В том числе и у Юлии Зариповой, выпускницы Казанского федерального университета. Чемпионки олимпийских игр в Лондоне по легкой атлетике. Уже сегодня Юлия вступает в схватку за чемпионство. Как чувствует себя прославленная спортсменка перед ответственным стартом, узнавала Виктория Егорова. Выпускница Казанского федерального университета. Олимпийская чемпионка. Чемпионка России, Европы и мира по легкой атлетике. Когда я выезжаю за границу на основные старты, меня спрашивают, вы учитесь в Казанском университете. Да, да, ну вот мне приятно, что знают, что в принципе это спрашивают не наши российские журналисты, а спрашивают зарубежные, европейцы. Они знают, и мне даже какая-то гордость определенно присутствует. Юлия всегда спокойна. Со стороны может показаться, что победы даются ей легко. Окружающие так и называют ее – «железная леди». И только догадываются, каким трудом даются эти достижения. Ну, когда даже я выхожу на старт, мне многие говорят, ты, говорит, невозмухи, ты вообще, говорит, у тебя никакой мимики, говорит, на лице. Ты, говорит, спокойно, говорит, смотришь, знаешь свою цель, задачу. Ну, на самом деле, внутри такое творится. Каждый старт надо воспринимать так, как будто он, не знаю, может быть, выше даже, может быть, Олимпиады. Потому что здесь черные лошадки. Сейчас вся Россия ждет от Юлии подтверждение ее олимпийского успеха на универсиаде в Казани. И все верят, что и этот барьер «Железная леди Юлия Зарипова» преодолеет с привычным спокойствием. Универсиады, я готова быть на старт. Это были все новости на сегодня. Хорошего вам настроения. До свидания. Сегодня, 8 июля, в Казани температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов. Вечером же будет плюс 26. Ветер слабый, западный, до 2 метров в секунду. Ожидается дождь и гроза. Возможно, молнии будут рассекать небо и завтра, 9-го. Во вторник столбик термометра покажет плюс 28. Но вечером будет прохладнее, плюс 22. Ветер западный, до 2 метров в секунду. Информация подготовлена университетским телевидением Казанского федерального университета. По данным электронных СМИ. Мы желаем всем спортсменам удачи на универсиаде. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!